Здравствуйте! Сегодня разберем вывод и работу с сетью. Слайдов будет не очень много, но будем смотреть в код, что там вообще происходит. На сегодняшнюю лекцию есть две темы. Ну, сначала разберем одну, потом перерыв и разберем вторую. Соответственно, про вот вывод. Кто знает, что это за классы, как их использовать, есть ли какая-то связь между ними? Или, может быть, это не классы, что-то другое. Ну, имеется в виду, что не классы, может быть, это интерфейсы. Но какой контракт они описывают? Ну, в общем, смотрите, если вдруг вам нужно что-то прочитать, ну, соответственно, смотрите, да, все, казалось бы, логично. Если вы где-то видите input, да, input, значит, это что-то для чтения. Если вы видите output, значит, это что-то на запись. Ну и, соответственно, reader-writer также работает. Да, reader читает, writer пишет. Разница, соответственно, в том, что просто input stream — это поток, он считывает байт. То есть вот как вы открыли что-либо, да, так вот вы байт и читаете. В случае же с reader-writer вы читаете уже символы. Соответственно, вопрос, как, есть ли какая-то связь между, там, reader и input stream, и между writer и output stream? Можно ли как-то преобразовать? Какой input? Не, reader-writer — это просто, как сказать, интерфейс. Ну, смотрите, вот есть поток байт, есть поток символов. Как из байт перейти к символам? Что нужно добавить? Нет, буфер-ридер — это тоже какой-то класс. Ну, это, в смысле, это, нет, концептуально, что нужно добавить к байтовому потоку, чтобы можно было бы начать читать символы. Какой-то алгоритм, который преобразует эти байты символы. А с помощью, а что не достает? Вот есть байты, хочется получать символы. Что нужно, чтобы это было можно? Вот, отлично. Если вы возьмете input stream, добавите к нему кодировку, то по-хорошему вы получите reader. Да, потому что просто байты — это байты, байты с кодировкой — это уже символы, потому что вы знаете, как эти байты интерпретировать. Отлично. Теперь можно было бы... Вот, давайте посмотрим. Да, соответственно, есть эти штуки. Есть у вас, значит, input stream. Да, ну, не совсем интерфейс, это абстрактный класс. Соответственно, реализует он closeable — это значит, что вы можете заиспользовать это внутри try-catch, чтобы у вас этот поток, ну, то есть, по-хорошему, когда вы поток открыли, его надо по итогу закрыть. Если у вас что-то имплементит closeable, то, скорее всего, оно имплементит auto-closeable, потому что closeable расширяет, да, другой интерфейс. И, значит, вы это можете использовать в try-catch с ресурсами. Тут примера нет, но это было на прошлой паре, да, когда вы открываете поток внутри try, и дальше он сам закроется. То есть, явно вызывать close не нужно. Соответственно, что тут есть, да? Здесь есть, например, публичный статичный метод, да, получить input stream пустой, да? Почему бы нет? То есть, возможно, где-то вам нужно, чтобы просто получить input stream, из которого ничего нельзя прочитать. Ну, скорее для заглушек, да, каких-то. Что тут есть? Так. Вот, дальше у этой штуки, у input stream есть такой метод абстрактный, да, read. Возвращает какой-то int, то есть он считывает один байт из того, что у вас как бы есть, да, из вашего потока. Если вам возвращается минус один, значит, вы все прочитали. Соответственно, обычно так и пишут, да, обычно пишут цикл. While, ну, записывают в какую-то переменную значение read, и если это значение стало равно минус единице, значит, вы все прочитали, можно дальше не пытаться больше ничего делать. То есть такое, можно использовать это как флаг, да, для стрима. При этом можно читать не по одному байту, да, можно читать в массив байт. Да, есть другой вот метод read. Что еще тут есть? Прочитать в массив байт с каким-то сдвигом и с какой-то длиной. Так как это все на чтение, да. Прочитать и получить из этого массив, например, да. Вы можете, то есть по-хорошему, да, сначала создается массив для экономии памяти, дальше вот этот массив как-то со сдвигом считывается каждый раз, да, и вы эти байты как-то используете. Но можно сделать по-другому, да, можно вызвать метод readNbytes, передать длину, и вам вернется массив нужной длины, если получилось. Ну вот то же самое, да, прочитать n-байт в какой-то массив с обсетом и длиной. Ну то есть, понятное дело, да, что, смотрите, len это максимум, максимальное количество, следовательно, он может прочитать не все, потому что у вас может просто кончиться поток. И здесь вам вернется то количество, которое прочиталось. Да, при этом, смотрите, есть также у потоков метод skip, да, что вы говорите, что вот на самом-то деле какое-то количество байт не нужно считывать. Иногда это может быть полезно, ну, лично я такого почти не видел, но позволяет вам не записывать явно куда-то, да, какие-то байты, а вот именно взять их и пропустить, не учитывать их в последовательности. Вот также есть метод, который проверяет, ну, соответственно, есть ли еще что-то, да, в этом потоке, либо нет. Ну и в зависимости от реализации будет там разный ответ. Вот также есть метод close, который можно не вызывать, если вы завернули это в try catch с ресурсами, и вызывать, если не завернули. При этом он может выбросить input out под exception, поэтому есть смысл, ну, то есть, если вы без try с ресурсами это делаете, да, есть смысл написать try, потом еще один try, где вызовите close. Уж тоже может что-то сформаться. Вот, есть такая штука Mark, она говорит, что ну давайте пометим какую-то точку, ну, вы читаете этот, вы читаете, получается, поток, говорите, ну, давайте отметим какую-то позицию, через read limit эта позиция протухнет, ну, исчезнет, да, но если вы еще не сделали read limit чтений, ну, не прочитали столько байт, то вы другой командой можете взять и вернуться к этой точке потока и начать читать заново оттуда. Это в зависимости от, то есть, такое поддерживается не везде, но некоторые потоки такое поддерживают. Да, то есть, вы помечаете какую-то позицию, через какое-то количество байт она исчезает, но можно к этой позиции вернуться через команду соответствующую reset. Да, где она? Вот, при этом есть метод Mark supported, это чтобы убедиться, можно ли вообще так делать, да, либо нельзя. То есть, можно ли возвращаться куда-то раньше, либо нет. Вот, есть еще удобная такая штука transfer to. Кстати, а где reset? Вот, пропустили reset. В общем, вот, да, есть еще команда reset, которая как раз таки делает этот… Ну, алиас используется для команды Mark, соответственно. А transfer to, вот, появилась в 9 джаве, раньше не было, и он как раз… Это позволяет делать удобную штуку такую, что у вас есть какой-то поток на чтение, и вы хотите все, что прочитали, поместить в другой поток, на запись. И вот обычно приходилось, ну, не обычно, а приходилось писать вот такой вот код руками, да. То есть, вот пример того, как из одного потока на чтение, да, поместить все данные в другой. Что тут происходит, да, смотрите, берется, создается массив байт какой-то, да. Причем вот здесь вот размер 8192, зачем-то, да, стоит. Сейчас еще вернемся к этому зачем-то. Соответственно, дальше происходит это вот чтение, да. Read возвращает вам сколько он прочитает в буфер. Если вернулось в минус один, значит ничего не прочитано. Соответственно, вот написали цикл, да. Пока Read умеет что-то считывать в буфер, в самое начало этого буфера… То есть, давайте прочитаем в буфер, записывать будем в его начало, и будем пытаться прочитать сразу весь размер этого буфера. Если Read вернет что-то меньше чем 0, да, то есть минус 1, значит мы закончим. Читать больше ничего не будем. Если же Read вернул что-то положительное, значит мы прочитали какое-то количество байт, запишем это в переменную Read и запишем в выходной поток, да. А вот PutStream Write – этот же буфер с нулевой позиции, потому что мы с нуля считали, да. А какое количество – вот то, которое смогли прочесть. Ну дальше зафиксируем сколько байт уже было прочитано. Ну и вернем этот размер. Ну вот это обычно не писали, да, но тут есть смысл такой штуки. Теперь вопрос такой, смотрите, вот есть Read, да, который… Вот есть три разных метода Read. Ну у Output Streamа похожая ситуация, да, там есть разные методы Write. Вот смотрите, есть Read, который читает один байт. Ага. Есть Read, который читает массив байт. То есть вот берется, читается в массив с нуля и длина массива. Классно, да. То есть вы можете массив… ну не указывать, да, длину. Ну и третий самый гибкий, да, вы берете, ставите, говорите, надо читать в массив байт. Говорите, в какое… начиная с какого места этого массива начать записывать в него данные для чтения, да, и длину. Вот, кстати, есть такая штука – Check From Index Size. Ну, смотрите, Objects, он позволяет вам делать какие-то удобные проверки, которые вам могут быть нужны. То есть если вам нужно что-то проверить, то есть смысл заглянуть в этот класс, да, и посмотреть, что тут есть. Тут есть разные полезные методы. Так вот, теперь смотрите, значит, вопрос. Открываем сейчас TransferTo, этот метод. И тут почему-то происходит чтение буфера размера 8192. Вопрос. Почему бы не читать по байтово? Что к чему-то? Смотрите, массив какой-то создали, да, большой. Давайте будем один байт читать, один байт записывать. Вот тут у OutputStream, соответственно, есть метод. Ну, смотрите, вот OutputStream. Что тут есть? Clone, Close, Equals, Finalize, Flash. Ну, давайте еще здесь пробежимся тогда быстро, да. Clone – это от слова клонировать, да, то, что должен создаться похожий поток. Это от объекта пришло. Close – закрывается. История про автоклоуса был tryCatch. Ну, Equals, Finalize – это все объекты. Давайте его. Вот есть метод Flash. Да, Flash нужен вам, чтобы записанные в поток данные действительно отправились туда, куда нужно. То есть в зависимости от того, какую реализацию OutputStream вы заиспользуете, может такое быть, что реализация OutputStream будет кэшировать ваши данные и не передавать по назначению. И вот чтобы данные действительно ушли, надо еще периодически вызывать метод Flash. Тогда вы явно скажете Javi, что, слушай, ну все, хватит держать это в себе, пора отдать туда, куда надо. Ну и пример, который я уже приводил, что вы можете записывать что-то там в HTTP-сервлет-респонс. Да, у вас есть HTTP-соединение, оно повисло, вы в него что-то пишете. И вот вам Java не сразу не обязана, вот вы создали OutputStream какой-то, да, чтобы писать в этот респонс. Точнее вам HTTP-сервлет-респонс – это, в принципе, из тамката, да, Classic. Вы можете взять там OutputStream и начать с него писать, но вам не гарантируется того, что как только вы что-то написали, это действительно уйдет по сети клиенту. То есть нужно еще вызвать Flash, чтобы эти данные действительно отправились. Дальше, ну OutputStream, ну это похожая история, да, как с InputStream. Дальше есть, так, Bait – это про Object. Вот есть три метода еще. Write с один буфер, ой, один байт, да, IntB, где B – это Byte. Потом записать весь массив, да, начиная с нуля, заканчивая длиной массива. И третий write – это записать массив, начиная с какой-то начальной позиции, какой-то конкретной длины. Да, окей. Значит, теперь вот InputStream, TransferTo, и опять вернемся к вопросу. То есть смотрите, у read, у InputStream есть три метода. Прочитайте один байт, прочитайте в массив, в полный массив, прочитайте массив гибко, да, откуда и сколько. У InputStream есть то же самое, да, прочитать один байт, записать один байт, записать весь массив и записать массив, ну, часть массива. Вопрос, почему здесь они создают байт, ну, массив буфер на 8192 байта, хотя можно почитать по-байтово. И не нужно никаких буферов создавать. А почему быстрее? Ну, может быть быстрее, может быть медленнее. Почему быстрее, если быстрее? Допустим, с диска, да, начиная, скажем, выгодить сразу в области. Диска ее, читая. Ну, это, получается, правильный ответ, да, что если вы читаете, когда вы, ну, то есть у жесткого диска, да, у какого-то есть размер страницы. Соответственно, когда вы читаете что-то с жесткого диска, вы не можете прочитать за один раз больше, чем, ну, размер этой странички, по идее. Ну, то есть если вы читаете меньше, чем страничку, вы все равно прочитаете целую. Да, нет смысла в этом. Поэтому, при этом, чем чаще вы будете обращаться к жесткому диску, тем, ну, то есть обратиться к жесткому диску, это дорого. Ну, сходить к диску. Выгодно ходить к нему реже. И желательно как-то совместить это с размером вот этой страницы, да, чтобы читать оптимально. Ну, чтобы не было таких перекосов, да, в какую сторону, ну, так как если вы прочитаете меньше, все равно придется дочитывать. Нет, никуда не избежать, да, от этого. С другой стороны, казалось бы, да, если все так весело, давайте мы будем считывать все файлы за раз. Да, ну, зачем вот здесь вот 8092, казалось бы, можно читать больше. Да, вот я даже сейчас покажу вам, есть такая штука. Есть такой класс files. И у класса files есть метод такой readAllBytes. О, смотрите, какая штука. Ну, ладно, пока открывал, уже тут есть ответ. Вот, интересно. В общем, смотрите, да, есть две крайности, что если вы читаете по одному байту, это будет очень-очень долго. Если вы читаете сразу много, то вы можете попасть на пределы по памяти. То есть если вы начнете считывать, там, readAllBytes, то когда вы захотите считать что-то, там, 3 гигабайта, 4 гигабайта, но что-то, что не влезет в вашу оперативную память, то уже начнутся проблемы. А именно out of memory. Причем даже не обязательно в оперативную, потому что Java может быть выделена не вся ваша память, да, на машине, а только часть. Соответственно, исходя из этого, есть некий, получается, баланс, да, между двумя ситуациями, когда читать мало долго, читать много невыгодно по памяти, поэтому берется, ну, какое-то значение, да, там, 4 килобайта или сколько-нибудь, и читается таким размером. То есть если вы захотите делать что-то самостоятельно, то вот помните про буфер, да, что нужен. Так, еще есть reader и writer, да. Ну, здесь такая же, да, история, он создается, есть также read, 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 transfer to, ну, давайте смотрим, да, тоже есть, ну, reader. Reader, reader, log про блокировки, correct stream. Ну, есть classic char buffer, да, из java new input output, можно из него читать, ну, то есть не суть, да, просто, что здесь уже есть char, и, значит, из него можно считывать какие-то данные. Есть read, вот смотрите, когда вы читаете, просто вызываете read, да, внутри создается массив из одного чара, да, в этот массив чаров делается чтение. Если ничего не прочиталось, вернем минус 11, если что-то прочиталось, вернем на любую позицию. Выглядит довольно оптимально, да, смотрите, создадим массив из одного элемента. Ну, и дальше здесь зависимости от reader, да, этот сам read с кодировкой, ну, будет приопределен, да, то есть можно открыть какой-нибудь char array reader. Так, ну, окей, массив чаров, это уже массив чаров, там уже нечего спасать. Ладно, давайте дальше это будем смотреть. Ну, вот, допустим, в буфере reader есть, да, который читает в буфер, и он хочет кодировку, кодировку. Сейчас найдем, где кодировку-то тут. Вот, смотрите, вот надо вам что-то, да, от java input-output, если вы не знаете всех классов наизусть, то выясняется, что проще сделать уже, написать чек-сет. Давайте, кто знает, где взять, где явно передается кодировка. Ну, то есть во что надо обернуть? То есть у вас есть reader, да, хочется читать с кодировкой, да, и где-то здесь она передается. Есть, соответственно, file reader, он берет file name, он берет просто файлик, кодировка нигде не передалась. Вот есть третий конструктор, да, file reader, и он берет в себя как раз-таки то, как надо кодировать эти символы. То есть по сути читаются байты, да, но при чтении будет учитываться вот эта кодировочка. Отлично, нашлось. Чарсет – это кодировка, да? Ну, да. А как она работает? В смысле? Ну, ты рассмотри… Ну, как, типа, есть всякие UTF-8 там… Как реализовываешь, типа, чарсет? Что именно, чарсет? Что там внутри? Внутри чарсета? Внутри чарсета? Ну, в плане… Есть много разных методов. Не, ну, там сопоставляется число с… Так там не число же сопоставляется, у тебя есть байтик, да, и есть в зависимости от кодировки… Ну, в отстри есть метод, там, lookup, например, да? Ну, то есть, сейчас… Точно так же, как работают обычные кодировки. Ну, блин, давай на примере тогда. Файл… Да, я понимаю, нет проблем. Как это классно было? Вот, читается, делается… Сейчас… Файл ридер… Да, у файл ридера… Ну, он все делегирует ридеру, но он создает, получается… Файл ридер создает файл input stream от названия, да, и кодировки. Точнее, вот это вот создастся, да, а кодировка пойдет выше. Окей, зайдем выше. Вот у нас есть input stream reader. Он берет какой-то стрим, откуда считывать, и берет кодировку. Дальше вот здесь вот берется чарсет. Да, вот он. И пробрасывается… Ну, соответственно, что тут есть? Типа input stream создали… Дальше пробросили? Да, ридер создали из него. А с помощью чарсета преобразовали этот input stream с кодировкой. Ну, давайте посмотрим. Stream decoder… Ну, то есть он… Тут сходу… В общем, тут сходу не ясно, но идея в том… Да, вот смотрите, он unmappable characters, да, например. Что он считывает и передает в эту штуку всю. Смотрите, то есть чтобы считать символ… Ну, как бы… Как это работает, да? Если вы знаете, что у вас символ в какой-то кодировке занимает сколько-то байт, да, конкретное, да, то вы просто это количество байта будете считывать. Ну, то есть прочитали, переработали в символ, пошли дальше. Как это… Прямо внутри это надо… Ну, внимательно читать код. Ну, вот где этот вот SD используется? Ну, вот он везде вызывает read, да. SD – это stream decoder. Stream decoder вызывает read, который возвращает другой read, спрятанный, да. Ну, и вот, прочиталось какое-то количество байт. Если ничего нет, то ничего нет. Если прочитали один… Ну, то есть смотрите, создали массив на два байта. Пытаемся прочитать. Если прочиталось только один, ну, вернем. Ну, значит, что-то проблема какая-то. Если прочиталось два, ну, давайте посмотрим. Ну, в общем, они берут и эту штуку пытаются сконвертировать в зависимости от того, что прочитывается. В общем, если хочется разобраться, то я предлагаю посмотреть это самостоятельно. Ну, идея в том, да, что у каждой кодировки есть какое-то количество символов, которое в нее влезает. И начинается преобраз… Ну, то есть считывается нужное количество байтиков и преобразовывается. Ну, если рассматривать чарсет, да, то вот тут есть для каждой кодировки своя реализация. Да, вот на следнике класса чарсет 182 классов у меня. Фаунд, да. И тут есть, ну, например, UTF-8, да, или там UTF-32. И каждая кодировка, в принципе, знает, как себя обрабатывать. Вот UTF-8, да, чарсет. Ага, тут есть внутри декодер. Есть внутри, ну, энкодер, да, видели. Декодер-энкодер. Ну, давайте на что-нибудь посмотрим. Ну, вот здесь долгая история, да, о том, как понять, что это за символ. Проще, наверное, взять вот суррогатные пары тут парсятся. Ну, в общем, не об этом сегодня история. Поэтому так вот. Значит, Reader Writer. Вот, типа, у Reader есть еще кодировка. Также есть Mark. Read, Read, Read. Read сейчас чарсет буфера. Ready, Reset, Skip. Точно так же есть TransferTo. Да, только здесь уже считывается в массив чаров, а не в массив байт. И точно так же считывается по какому-то, ну, какой-то размер, да, конкретно. Окей. Ну, есть еще вот эта, команды не было. Ну, есть еще такая штука, типа, Read говорит, что, типа, вернется true, если следующий Read гарантированно не заблокирует input. Окей. Ну, да, смотрите, то есть иногда вы можете, бывает проблема, да, что вы можете считывать из разных потоков один и тот же файлик, например. Тут надо об этом помнить. Да, смотрите, есть еще одна проблемка. Может быть, вы знаете. И что будет, если... Ну, вот смотрите, вот есть у input стрима, да, например, есть метод close. Ну, если вы не будете делать close, будет ли что-то плохое? Ну, или просто так чисто для красоты открыли, как бы закрыли? Ну, а еще что-нибудь? Ну, окей. Одна история про то, что открыть много потоков — это не очень здорово, да? Давайте открывать нужное количество потоков. Вторая история, что... Close. Если Flash нигде до этого не было вызвано, то в случае, если мы close называем, то ничего не запишется. Это у райтера. Ну, допустим. Ну, а мы его тут читаем. Нет, так правда. Ну, нет, ну, close как бы хорошо, да. Второй аргумент был, да, что можно так открыть в файле, что к нему никто доступ не получит. Но есть еще проблема. Ну, то есть, одно дело, что просто плохо, да, открывать много файлов. Ну, много потоков. Давайте открывать нужное количество. Давайте закрывать, чтобы освобождать память. Вторая трабла, что окей, может быть так, что вы заблочите доступ к этому файлу кому-то другому, а надо бы его отдать уже. То есть, давайте пользоваться файлом только тогда, когда, ну, пользоваться каким-то ресурсом только тогда, когда он нам нужен. И отдавать право доступа остальным, когда не нужен. И есть еще, ну, третий аргумент. Ну, окей, то есть, если вы попытаетесь открыть много-много файлов, то в конечном итоге вы получите исключение. Что... Что... Так... Так... Так, ну, в общем, есть исключение о том, что вы открываете очень-очень много файлов. Сейчас надо узнать... Я с ним не помню, как оно точно называется. Ну, оно точно есть. Many files open возможно. Ладно, это поищите сами. Ну, если... Ну, просто я в такой ситуации, как бы, попадал. Если записать программку, которая возьмет и начнет рекурсивно считывать вашу файловую... Ну, то есть, вы даете на вход программке какую-то папочку. Она начинает рекурсивно идти вглубь этой папки и начинает считывать все файлики. Ну, просто открывать их, допустим, да. И если вы не будете закрывать их после чтения, ну, после открытия потока на чтение, то в какой-то момент вам Java скажет, у вас будет на каждое открытие вылетать exception. Что-то too many files is open. Непонятно, почему я не могу его сейчас найти. Но... Вот так вот, да. И этот... И это вас ограничивает с двух сторон, да. Что вам... Вы не можете... С одной стороны, вы не можете открыть бесконечное количество файликов, да. При этом этот лимит, он настраивается на... В системе, да. То есть, можно в системе как-то подкрутить этот лимит, настроить. Но факт в том, что он как бы существует. И некоторые даже... То есть, некоторые разработчики, которые прям сильно, ну, активно работают с ловой системой, действительно находили такую проблему. И им приходилось ее обходить. То есть, я вам ссылку скину попозже. Но есть видео, да, где ребята как раз рассказывают о том, про подводные камни работы с диском с помощью джавы. Так, ну с этим окей, да. То есть, есть input stream кодировка — это reader, output stream кодировка — это writer. Ну хорошо, есть еще такие штуки, да. Если вы хотите почитать что-то из файлек — это есть файл. Input stream — это файл. Output stream — это файл. Reader — это файл. Reader — это файл. Reader — это файл. Отлично, да. Работает так же, как то. Чтение байта, чтение символа, запись символа, запись байта. Ну и в том порядке я это прочитал. Ну понятно, да, что reader. Input читаем. Stream — это байты. Reader — это символы. Кодировка, смотрите, кодировка по умолчанию, да. Если вы явно не укажете кодировку, то возьмется системная. Поэтому если вы что-то написали там на каком-нибудь Windows, где у вас кодировка для Windows, потом пытаетесь открыть на Linux, да, либо на macOS, то, возможно, вы не сможете ничего прочитать. Просто потому что... Ну то есть вы прочитаете, но прочитаете — не то. Да, надо явно... То есть если вы пишете какую-то программу, да, с которой файлы могут переходить с разных операционных систем, то вам по-хорошему надо явно всегда эту кодировку всегда явно указывать. Да, то есть если вы обрабатываете свои же файлики, которые создаете, ну надо писать. Ну и как вы уже видели, да, разница файл... Так... вот тут просто он создается от конструктора файлика и начинает его открывать. ну еще проверяет, можно ли вообще его открыть на чтение. это может так, чтобы что-то нельзя, тут должно вылететь... вылететь исключение, если нельзя, да, получается. То есть вот работа с диском — это история о том, что есть много-много разных чтительных ситуаций, которые по-хорошему надо уметь обрабатывать. Да, то есть вот захотели открыть и вы что-то прочитаете из файлика, да? Ага, ну давайте достанем его там имя и начинаем проверять на чтение. Начинаем проверять. Выясняется, что если у нас нет прав, у нас вылетит security exception, как минимум, да? Ну а security exception — он runtime exception. Можно... А runtime exception — это exception, который, получается, непроверяемый. Да, можно его не ловить. Окей. Но... Ну как бы про него можно и забыть, так как он непроверяемый. Если файлик некорректный, если имя вы дали пустой, будет no pointer файл, некорректный выкинется файл not found. Открываем, открываем, начинаем это все читать. Ну а дальше само чтение, да, оно по факту просто делегируется с ретинативного метода, да? Типа давайте прочитаем. Ну, соответственно, с файл input stream — это одна история, а с файл reader — ну другая история, просто тут еще кодировка. Да, окей. И когда здесь вызовется метод, ну здесь даже нет метода read, оно все делегируется дальше, просто потому что reader внутри себя уже эту кодировку учел. Вот, также есть такие вот классики, которые... То есть есть вот буфер input stream, да, говорит о том, что давайте мы будем читать во внутренний буфер какой-то, например. byte array input stream говорит о том, что мы будем читать массив, получается. Ну то есть, смотрите, byte array input stream говорит о том, что мы будем читать данные из массива byte. Это из массива char, можно читать даже из строчки, то есть можно составить поток на чтение из строки и запись в строку. И также есть system in, system out, system error, который внутри себя представляет print writer и работает, да. Давайте сейчас посмотрим это все. Соответственно, есть buffered input stream. Ну и заметим, да, что, смотрите, buffered input stream наследник filter input stream. А фильтр input stream это класс, у которого есть метод. Так, сейчас. Смотрите, это ничем не примечательный. То есть у вас есть input stream, да, окей. У вас есть фильтр input stream, да. Классно. И у вас, ну и все работает как композиция, да. Чтобы создать фильтр input stream, вы должны этот input stream передать. И дальше тут просто есть эти методы, да. Там read, передай дальше, да. Прочитай, типа read, прочитай этого в массив, прочитай его что-то. И вот тут, если вам нужно как-то ваши данные на пути чтения преобразовывать, то вот есть специальный класс, получается, фильтр input stream, от которого можно отнаследоваться, да, и переопределить эти методы read, write, что-то еще, да. Ну, например, можно было бы здесь сделать какое-нибудь шифрование, да, что вы берете read, вы берете, перегружаете, ну, создаете наследника, перегружаете метод read, здесь делаете какое-то преобразование, да. Прочитали байтик, ну, там, прибавили 10, например, к нему. Вот все, вы уже как бы чуть-чуть зашифровали. Ну, факт в том, что вы можете просто встать на пути, если вы хотите встать на пути этих чтений, этих байт, и как-то их в процессе обрабатывать, вот вы можете это сделать. Для этого специально есть фильтр input stream. Соответственно, buffer input stream расширяет этот класс, и вот он у себя, получается, содержит массив, да, байт внутренний. Ну, и теперь посмотрим, что если вы делаете здесь вот операцию read, то она запишется в массив. Так, ну, тут получается расширение массива. Это все истории. Заполним данные. Но если у нас массив уже есть, да, то вот возьмем и запишем, ну, достанем наш массив, этот буфер, да, и попытаемся в него записать. Ну, вот 0xFF, он просто сбрасывает старшие биты, но они по факту не нужны, да, потому что значение байта у нас... То есть вот это по факту сбрасывает все, что не байт, да, если вы сделаете эту операцию. Так, что еще тут есть, байт, array, input stream. Ну, просто он создается от массива, да, байтиков. Ну, и вот вы из него начинаете читать, да, если взять байт, array, output stream. Ну, здесь внутри есть буфер. Вы его создаете от какого-то, например, размера, да, и начинаете в него писать. По итогу у вас есть тут метод toByteArray, и вот он вам внутренний этот массив вернет. Потом, ну, соответственно, char array. Ну, про массив чаров, да, считывается из... делается read. char array reader создается от массива чаров. Ну, все здорово, да? string reader создается от строчки. Ну, и также есть, получается, system, да, который... у которого есть, получается, input stream на чтение, да, вот который, когда вы вызываете system... Так, ну, ладно, in реже используется, обычно используется. Ну, соответственно, есть тут переменная in поле, да, как input stream, переменная out как output stream, переменная error как, ну, stream с ошибками. Ну, это, соответственно, это про история про... Ну, вы знаете, да, что в любой там программке есть три потока. Один на чтение, второй на запись, второй, третий на запись ошибок. Ну, c input, output и error. Ну, и в Linux, если попробуете что-то запустить, да, то у вас есть три этих штуки. Вот, окей. Ну, смотрите, и print stream — это такая штука, где вы можете что-то писать, но он будет ошибки как бы скрывать от вас. То есть, если произошла какая-то исключительная ситуация, то у вас не вылетит исключение, и все будет работать так, как будто бы оно работает. Кстати, тоже наследник фильтра output stream. И здесь получается... То есть, в чем особенность print stream? Он создается так же от чего-то, да? Вот там print stream, ну, флажочек надо ли флажить автоматически? Какая кодировка? И какой-то output stream. Либо просто output stream без кодировки. Тогда возьмется кодировка по умолчанию. И если вы начнете что-то писать, и у вас что-то сломается, то у вас exception не вылетит. Вот такая вот история. Но зато у него есть метод checkError, например. То есть, если в процессе работы с print stream произошла исключительная ситуация, то он оставит этот exception внутри себя. Но вы можете, в принципе, через такие методы узнать, произошло ли что-то или нет. Ну и есть метод clearError, который говорит о том, что можно забить на эту ошибку и продолжить. Ну, точнее, просто сбросить флажок этой ситуации. И тут есть где-то методы, соответственно, print print. Ну, разные принты, да? Там boolean, char, float double, примитивы и так далее. Ну и пишется все просто, это в строчку заворачивается. Вы заметили, да? Хотите записать int, ну, возьмете строчку и запишите. Вот, есть еще такой вопрос. Если вы хотите сделать, ну, вот сейчас, вот взяли этот print stream, да? print stream, у него есть методы print, ну, допустим, long, да? Когда вы через print stream пишите long, он просто оборачивается в строчку и записывается. Казалось бы, это неэффективно. Да? Что вроде long это просто, сколько там? Сколько в longе? 64 бита. И это как бы мало, да? А в строчке там каждый символ будет столько занимать. Чар занимает, ну, в зависимости от кодировки, да, будет занимать размер символа конкретного. Соответственно, как-то не, ну, грустненько, да? Что у вас большой-большой long, ну, точнее, long, в принципе, маленький по размеру, да? Но мы его каждый раз оборачиваем в стринг, чтобы записать. Хочется как-то сделать это эффективно. Соответственно, вопрос такой. Можно ли просто брать и записывать байты этого ланга как байты? Ну, давайте запишем. Почему? Так, а в чем проблема? Ну, давай запишем. Сначала напишем какую-нибудь ключевую, ключевую, как там? Ну, можно написать, закодировать символы так, что, например, там будет символ какой-нибудь, там, минус один, допустим, да? И он будет означать, что мы сейчас записали long. Но я сейчас выдумываю, но не суть. Что мы сейчас там записали long. Если в середине минус один, давайте прочитаем теперь два следующих байта, да, и long прочтем. Ну, то есть до этого же мы байты… Ну, то есть, окей, ладно. Если мы умели считывать байты, записывать, умели считывать, записывать какие-то символы, да, то, в принципе, вот такие штуки примитивы мы записывать не умеем. Но все-таки вопрос, да, можно ли просто брать и записывать long, как запишется? Ну, то есть, могут ли быть какие-то проблемы с тем, что на разных устройствах будет этот long записан по-разному, или везде будет одинаково? Ну, то есть, всегда ли на вашей машине… На всех ли машинах long будет одинаков, скажем так? Ну, кодировка – это про символы, это не про то. А long – это вот 64 бита, да? Ну, а если мы это запишем без кодировки, то ничего? Ну, так окей, запишем битики long, 64 штуки. Ну, то есть, допустим, мы умеем читать long, мы умеем записывать long, да? Что такое long? Long – это 64 бита с какими-то наполнениями, да, 0 к 1. Ну, давайте просто… Ну, то есть, как-то отметим, что мы сейчас записали long, чтобы при чтении понять, да, что там long лежит, и будем просто этот long записывать. Ну, слева направо от младшего, там, где-то к старшему, и так далее. Я сейчас выдумываю, или есть какая-то, может быть, проблема какая-то потенциальная. Ну, ладно, в общем, смотрите, действительно есть проблема, да, что на разных машинах у вас будет разный порядок байт, да? Если вы проходили какой-нибудь ассемблер, то вы, наверное, с этим могли сталкиваться. Но есть разный порядок, то есть little-endian, big-endian, mixed и так далее. То есть, в зависимости от вашей системы, битовое представление чисел будет разным. Да, где-то старшие биты будут сначала стоять, где-то в конце. Ну, где-то сначала старшие биты, потом младшие, где-то наоборот и так далее, да? То есть, в зависимости от системы все может быть по-разному. Поэтому есть такая вот штука, называется она data input, data output. И она вам позволяет записывать примитивные типы и строчки в кодировке UTF-8, ну, независимо от платформы. Да, то есть, если где-то там будет у вас... То есть, data input, data output фиксирует порядок, ну, байт в ваших примитивах. Что может отличаться в зависимости от системы? Ну, это история про ближе к машине, да, про ассемблер, что на разных там, как они называются, ну, платформах, процессорах, да, может быть разный порядок этих всех штук. Соответственно, у data input, data output есть data input. Ну, есть такие классные методы, да? Да, read boolean, read byte, read char, read double, read float, прочитай массив байт, прочитай int, строчку в string, long, short, unsign byte, unsign short, прочитай UTF как строку и пропусти какое-то количество байт. У data input есть разные, получается, наследники, да, но вот есть data input stream, да, как класс его реализующий. data output, ну, то есть смотрите, data input stream берет себе конструктор какой-то input stream, да, то есть откуда вы хотите их считать, ну, например, там, из файла или по сети или еще откуда-то. И это работает в связке с data output stream, то есть где-то вы сначала сделали data output stream и записали, ну, платформа независимая эти ваши примитивы, а с другой стороны считали через data input stream. То есть когда у вас есть такая штука, то вы вот просто на одной машине записываете, на другой считываете через эту штуку. Ну, соответственно, от data output stream, ну, есть другие методы, да, записать массив байт, записать int, записать boolean, byte, bytes, char, char, s, принимаете строчку, записать double, записать float, записать int, long, short и там UTF. Ну, и строка, соответственно, записывается, да, ну, вот в этой кодировке. Итф-8. При этом есть еще, когда работаете с файликами, да, то есть такой классик файл, который, в принципе, из себя и представляет сам файл. Но не совсем кто-то работал с файлом, ну, вот с этим классом. Ну, то есть если вы хотите прочитать что-то из файла, скорее всего, вы, ну, либо создавали какой-то файл input stream, файл reader, да, либо вы создавали вот этот экземпляр файл, либо вы создавали какой-нибудь экземпляр типа pass, ну, и как-то куда-то пробрасывали. Соответственно, файл это чуть-чуть старая API, в pass более новая API, которая, в принципе, более, ну, как бы более мощная, чем файл. И, смотрите, вот этот класс файлик, он вам представляет не файл, как файл, да, то есть если вы создали экземпляр вот этого файла. Так, давайте, как создать файл, да, чтобы создать файл, нужно передать ему на вход, ну, либо другой файл, окей, либо, ну, вот string, да, передать путь до файла. То есть чтобы создать экземпляр файла, да, нужно передать путь до него. Но когда вы этот экземпляр создадите, по факту у вас будет не сам файлик, да, то есть вы, открывая там 2-гиговый файл, вы не загрузите в вашу программу 2 гига, да, а вы просто получите дескриптор, так называемый, да, с метаинформацией. То есть вот этот класс файл представляет из себя метаинформацию о том файлике, который вы пытаетесь открыть. Ну, если вы не сможете открыть, то у вас вылетит исключение, но по факту это просто, ну, какая-то мета. При этом тут есть разные методы, там, можно ли файлик выполнить, да, execute, либо там прочитать, либо записать, либо сравнить с другим там файликом. При этом вы можете создать этот файлик от чего-то несуществующего, ну, то есть передать пастнейм, которого на диске нету, и потом вызвать метод create new file, например, да. То есть вы создаете, этот экземпляр представляет из себя какую-то метаинформацию о файле, параметризуемый путем, да, и дальше вы можете делать разные штуки. Ну, например, действительно сходить на файловую систему, да, этот файлик создать, или взять и сделать, убедиться, что его можно исполнить, да, то есть вы, когда создали new file, вы на диск еще не сходили. Да, дело такое. Вы сходите на диск, когда, например, вызовете метод canExecute, то вот тут в методе вы возьмете файловую систему и туда действительно сходите. Или вы сходите в систему, когда решите создать там новый, да, или удалить что-то, там, delete есть, например, файл с таким названием. Причем может файла не быть, поэтому не всегда это произойдет. Вот, есть еще такая штука, create-temp-файл, да, он создает файлик, какой-то директорик, который является темповый для вашего, ну, временный, да. Ну, обычно это как, в Linux такая штука есть, да, что есть специальные каталоги в Linux в операционной системе для временных файлов. Причем есть еще такой метод, как delete, ну, можно просто удалить файлик, да, а можно удалить на выходе. Да, смотрите, вы говорите, что, ну, файлик не нужен, но давай пока программа работает, пусть он будет доступный, а потом его надо удалить. И вот здесь есть такой прикол, что если вы его удалите, то все. Ну, то есть, если вы вызвали метод deleteOnExit, вы не можете его разделить, скажем так. Короче, закон обратной силы не имеет. Если вызвали этот метод, значит, после выхода ваш файл обязательно удалится, вы не можете эту операцию отменить после вызова. Вот они пишут, соответственно, в JavaDoc'е, да, если удаление было запрошено, то невозможно отменить данный запрос. Нужно использовать этот метод аккуратно. Вот, у файла, так как файл задается каким-то путем, да, вы можете узнать какой-то абсолютный путь до файлика и какой-то каноничный. Ну, типа, есть относительный путь, да, есть абсолютный путь, и можно между этими двумя путями находить там какую-то разницу, да, сравнивать их, проверять файлы, одно и то же ли это, является ли файлом таким же, как другой файлик. Потому что вы можете передавать, ну, ладно, здесь некуда писать, да, но смотрите, вы можете создать файлик какой-нибудь, да, и передать ему путь там. А, слэш, б, слэш, с, да, создали файлик. Он может, на диске его может не быть, да, а дальше вы создаете файлик какой-нибудь, а слэш, б, слэш, с, слэш, двоеточие, ну, не двоеточие, да, две точки, слэш, с. Ну, по факту вы будете смотреть в один и тот же файлик, да, просто две точки говорят, вернитесь на шаг назад, и вы, типа, идете с А до Б, с Б до С, потом возвращаетесь назад, опять приходите к С. И это будет два одинаковых файла, но у них будет отличаться по снейм. И, в принципе, Java умеет эту ситуацию разруливать и понимать, что это одно и то же, да, либо она умеет строить относительный путь. Если вы садите один файлик с каким-то путем и другой файлик с другим путем, то вы сможете посчитать, как от одного места попасть в другое, да, вот тут по пути какому-то. И вот тут так. Ну, то есть здесь есть, можно получить абсолютный путь, да, абсолютный паснейм, параметризующий этот файлик. Какой-то частичный путь, да. Можно при этом узнать, сколько свободного места на диске, например. Почему бы и да. Ну, то есть там, где этот файлик находится. Можно узнать у файла имя. Причем, смотрите, вот здесь вы не ходите ни на какой диск, да. Вот вы его создали, и вот вызываете name, вам Java что-то возвращает. Ну, и как-то еще обрабатывает, да, в процессе. Можно узнать, какой класс, какой файлик будет родительским, но это как раз про вот эти пути, да, со слушами. Если вы идете в папка, папка, там папка, да, то вот у вас git parent вернет вам то, что выше, внутри чего находится файлик. Может вернуть вам просто путь, может вернуть вам файл, который этот путь представляет. Ну, pass это тоже путь, длина префикса. Есть разные ключи, соответственно, является ли путь там абсолютный, не абсолютный. Можно узнать список файлов, если это директория, например, да. И вот здесь вы тоже сходите в файловую систему. То есть вы не ходите в файловую систему изначально, да, а ходите при вызове таких методов. Вот, можете тут, в общем, не очень их много, можете посмотреть их сами. Есть, например, такая штука, да, как makedir. То есть создаете путь там abc, вызываете makedir, и если у вас ab уже есть, то у вас создастся папочка c. Есть похожий метод makedir, но он попытается создать все папки по тому пути, который, от которого вы этот файл создали. Соответственно, это было раньше, да, то есть изначально был такой классик, как file, да, и вот все им пользовались. Ну, вот он был изначально. Потом появился такой класс, как pass, ну, точнее, просто pass, да, и он стал, ну, как бы более таким современным. Появился он в 7-ой джаве, есть еще, сейчас, давайте. Есть классик под s, да, и у него есть метод get. Ну и больше, в принципе, ничего у него нет. То есть, во-первых, есть такая штука, да, pass.java, да, есть такой классик. Этот класс позволяет вам получать экземпляр класса pass по какому-то пути. Да, здесь подразумевается, что вы можете указать там какой-то путь на вот эти, там, a, b, c, плюс вы можете указать что-то дальше, да. Например, у вас путь делится на какие-то кусочки. То есть, ну, вы можете написать здесь, там, a, да, b, там, c, и у вас получится то же самое. Можете за раз так как-то передать. Ну, и есть еще история про URI. Ну, это тоже, по сути, путь, да, что такое URI. Это, соответственно, идентификатор, да, ресурсы какого-то. То есть, это история про интернет, про адрес, да, какой-то в интернете. Ну, URI может представлять из себя интернет-адрес, да. URI может из себя представлять там HTTP какой-то, IP, FTP. При этом URI может представлять из себя еще и файлик, да, на диске. То есть, файл, там, двоеточие, слэш, слэш. Ну, если вы попробуете открыть через браузер файл на диске, то у вас в адресной строке будет написан вот этот URI с приставкой файл. То есть, оно представляет из себя... Ну, в общем, URI — это о том, как, ну, как Unified Resource Identifier, да, говорит о том, как в общем виде представлять разные имена до ваших, ну, пути до ваших, как бы, файликов, путей в интернете, чему-то еще. Соответственно, паз позволяет вам этот паз получить. То есть, ну, если вы не знаете, как получить паз, да, то вот есть другой классик с названием паз. Соответственно, у этого паз есть другие методы, да, там... Можете взять, там, от чего-то, да, точно так же, от каких-то строчек, от какого-то пути. Есть тут разные методы, там, Resolve Relativize, Resolve Siblin — это как раз про то, что у вас есть один путь, есть другой путь, вы хотите как-то найти между ними разницу. Вот, можно проверить, что у вас один путь начинается с другого пути какого-то. Ну, как раз, ну, то есть, смотрите, вам нужно использовать именно эти методы, потому что, ну, бывает, что... То есть, если вы просто сравните строчки, да, там, a, slash, b, slash, c и a, slash, b, slash, c, двоеточие, slash, c, то вы не поймете, что это один и тот же путь, да, а эти методы умеют это разруливать. Ну, причем у вас может быть где-то абсолютный путь, где-то относительный, и это все будет здесь учитываться. Соответственно, вот есть такой классик, как pass. Ну, и есть обратная история, как у pass есть метод to file, он вернет эту штуку. Чтобы с этими... с этим работать, есть еще... ну, есть такой... То есть, смотрите, когда был файл, то у вас, в принципе, файл был более-менее самодостаточный. Вот вы создали его экземпляр, и дальше с ним работаете. Если вы хотите что-то считать, записать в файлик, ну, вы создаете файл, там, input stream, да, файл output stream, файл reader, файл writer. И, в принципе, вот эти все методы, да, они уже в этом файле присутствовали. Потом с седьмой джавой, когда появился new.io, внесли, получается, файлики, ну, класс вот этот pass, да, внесли класс просто pass, который уже сам опосредованно на жесткий иск особо-то и не ходит. Он просто начинает сравнивать, да, эту мета-информацию. И появился классик files. И вот files — это уже сборник того, сборник разных методов для работы с файловой системой. То есть теперь вам не нужен файл, да, а вы создаете pass и дальше используете вот этот классик files для почти всего того, что вам нужно. Если вы посмотрите, да, тут можно, например, скопировать что-то из одного места в другое, например, что-то, да, создать директорию по какому-то pass, создать в файле по какому-то pass, создать ссылку на файлик, создать символьную ссылку, это тоже про Linux и вот эти ярлыки, да, создать какую-то временную директорию, удалить что-то по пути. То есть до этого у вас был файл, вы вызывали файл .что-то, да, теперь вы вызываете файл . и передаете то, с чем нужно вам поработать. Найти что-то, проверить, что класс executable, hidden readable. Кстати, смотрите, есть такая, ну и можно, кстати, через файл получать разные стримы, чтобы напрямую не создавать, там, new, тадатан. Вот тут уже у файл есть, там, newBufferedReader, newBufferedReader от какого-то pass и кодировки, newByChannel, newDirectoryStream. directoryStream даст вам поток путей, например, или там newOutputStream. Что тут? Сейчас, и смотрите, есть, ну то есть, если вам что-то нужно, вот есть класс файл, и вы просто его открываете, смотрите, какие методы есть, какие вам могут быть полезны, да, и смотрите. Так, есть еще пара историй. Во-первых, у files есть такой метод, как, сейчас, ну вот есть такой метод, например, exist, который возвращает true и false, но при этом вы не всегда можете знать, что файл действительно существует. Ну вот есть такой метод, типа существует ли файлик, да, хотя казалось бы он возвращает вам true и false, но он вам будет иногда врать, просто потому что, если у вас нет доступа, да, к той директории, до которой вы в этом экземпляре класса файл указали, то вы не сможете проверить действительно реальное существование. Поэтому этот exist звучит скорее как точно, ну то есть как от обратного, да, вы можете точно знать, что он существует, если у вас есть все права и доступы, да, но вы не можете удостовериться, что он не существует. Есть где-то аналогичный метод, у files есть история, вот здесь тоже есть, вот смотрите, у files точно так же есть два метода, exist, ну, у файл не было, у files есть, exist и not exist. Соответственно, exist проверяет, что он возможно существует, ну, смотрите, если существует вернул true, то файлик точно существует, если вернул false, неизвестно. Да, если not exist вернул true, значит файла точно нет, а если он вернул false, то тоже неизвестно. Да, то есть вот так это как-то работает. Теперь смотрите, есть тут еще такая штука, как, ну, то есть опять же, есть разные операционные системы, да, есть Windows, есть Linux, и в зависимости от операционной системы у вас будет разный разделитель путей, и он будет платформозависимым. И тут есть, соответственно, такая штука, как сепаратор, вот сепаратор char. Смотрите, когда вы хотите что-то сделать, ну, вот есть класс файл, да, в классе файл есть публичная переменная, сепаратор char, публичная переменная просто сепаратор, есть сейчас pass separator char, ну и pass separator, да. Как это работает? Если вы хотите что-то записать на файл, ну, на диск, да, и вы пытаетесь сами самостоятельно составить какой-то путь, да, например, склеить через строчку, да, то вы не можете написать просто слэш, потому что у вас на какой-то другой операционной системе может не заработать, потому что где-то там слэш обратный. И вот в этих вот константах, да, скрыта платформозависимая, но правильная для вашей текущей операционной системы символ, да, который нужно заиспользовать, чтобы ваш путь склеить. Ну, с другой стороны, через вот этот паз, да, вы можете просто не указывать эти свыше, они сами у вас правильно склеются, как нужно. Ну, было бы, ну, то есть неправильно ставить везде там слэш, просто потому что на вашей системе оно так работает. Правильно использовать эти символы, либо какие-то методы, ну, какие-то классы обертки для того, чтобы пути склеить. Вот, и также, смотрите, есть у файлс такая штука, как файл волкер для обхода файлов. Точнее, у файлс есть метод волк, метод волк и метод волк файл 3. Он вам позволяет дать на вход какой-то паз, да, и сказать, как обходить. Ну, какие файлы нужно обходить. Но этот, он их просто обойдет, вернет вам стрим. А есть еще метод такой волк файл 3, который вам позволяет рекурсивно обходить файлики. И он хочет на вход, вот эта штука, смотрите, есть у класса файлс метод волк файл 3. Принимает в себя паз, с которого стоит начинать обход. И принимает в себе класс файл визитор. Если вы хотите рекурсивно обойти вашу штуку, ну, он по факту обходит не рекурсивно, он обходит с помощью стека. Да, дошли до новой папочки, положили в стек, там, прошли и так далее. То есть, ну, не совсем уж рекурсия. Но достаточно взять файл визитор, и у него есть 4 метода. Перед посещением директории, посещение файла, посещение файла было неудачным, и после посещения директории. И есть, соответственно, реализация simple file visitor, в котором уже все это переопределено, но делается ничего. Да, как бы, такая заглушка. При визитории проверяют, что территория не пустая, атрибуты там не пустые, и идет дальше. То есть, если вы хотите что-то обойти, сделать это там удобненько, да, то вот, ну, какую-то папочку вглубь. То вот есть файл визитор, и можно отнаследоваться от этой штуки, от simple, и переопределить только те методы, которые вам нужны. То есть, допустим, вам без разницы на вход в аудиторию, выход из аудитории, но вам важно просто файлик рассмотреть. И, например, если у вас есть задача, там, почитать, например, хэши, да, допустим, файликов, да, то вот почему бы и да. Взяли simple file visitor, переопределили visit файл. У вас уже есть файл, тут будет у вас, скорее всего, пасс. И дальше вот тут вот внутри, внутри визитора создаете поток на чтение и читаете. Ну и, соответственно, читаете, например, хэш или что-либо еще, что вам нужно. Вот и вторая история, что у файл есть еще такая штука, как watch. Так, сейчас, не у этой штуки, а у. Вот, у классика пасс есть метод register, который принимает себе на вход в watch-сервис. И вы можете с помощью пасса, да, ну, то есть берете, реализуете watch-сервис, берете какой-то конкретный пасс и можете через метод register это в watch-сервис передать, и вы сможете отслеживать изменения какого-то, ну, папки, да, например, если пасс, это папка. Соответственно, как только у вас, ну, вот, watch-сервис, что он делает? Это интерфейс, у него есть там метод close, есть метод pull, есть метод take. В общем, что происходит, когда у вас меняются и ивенты какие-то. Ивенты. Так, здесь не видно. В общем, это надо попробовать. Работает он как, да, что вы говорите, что вот есть какой-то у меня путь, я хочу следить, что там поменялось. Соответственно, вы навешиваете watch-сервис, и когда у вас эта директория изменится, то вам придется, придет уведомление о том, какой путь изменился, и вы сможете что-то с этим сделать. Ну, watch-key, да, возвращает вам список ивентов. Список ивентов. Алоэвент, параметризованный, ну, здесь просто у вас будет пас на самом деле, да. От какого-то пути. Как это можно использовать? Ну, допустим, да, что у вас есть какой-то, вы положили в какую-то папочку нужные вам файлы, и если вы эту папку изменили, то вы получите сюда уведомление, да, и в вашей программе сможете что-то кому-то сообщить. Плюс, да, и тут есть такая штука, да, что если вы поменяли, ну, то есть если вы, у вас иерархия папок, да, и вы повесили watch на какую-то самую верхнюю, и у вас поменялся какая-то корневая, ну, какой-то файлик внутри-внутри директории, то вы увидите, что у вас, ну, вы получите ивент, да, о том, что изменилось что-то вот в папке, там, один уровень ниже. То есть вам скажут, что не какой-то конкретный файл поменялся, а вам скажут, что поменялась папка, в которой этот файл находился, не более того. Чтобы получать точные сведения о том, какой файл действительно изменился, ну, надо вешать на ту папку, в которой этот файлик лежит. Ну, тогда вам скажут о том, что не о том, что папка, поменялась папка, в которой лежит какой-то файлик, а если вы подпишетесь именно на ту папку, в которой они лежат, то вам придет уведомление об изменении, ну, конкретного файла, да, уже. Ну, это просто то, что у вас будет в очке, который параметризован классом пасс. Ну, вот здесь, да, получается, где он там был. Вот так вот. Так, смотрите, мы рассмотрели сейчас основные классы для работы с файлами, и есть еще немного про работу с сетью. Возможно, у вас были уже какие-то лекции, да, про то, как устроена работа с сетью, не связана как-то с джавой, да, где-то еще. Соответственно, есть такая штука, да, что у вас есть стэк протоколов каких-то, и если все начинается, ну, стэк, потому что они друг на друга насваиваются, да. Сначала у вас есть просто какой-то там провод, да, или там Wi-Fi, или что-то, просто устройство, да, какое-то. Дальше у вас появляется сетевой протокол, это уже дает вам какой-то IP-адрес. Ну, не более, да, что вы просто умеете определять назначение, да, какого-то, ну, где, кто находится. Потом у вас есть транспортный протокол TCP, UDP, кто-то знает, в чем разница? Надежный, наверное. Ну, окей, TCP – это двухканальный, ну, как бы, то есть две стороны, да, работает, что если вы что-то отправили через протокол TCP, то вам придет какой-то ответ. То есть есть гарантия доставки, либо доставилось, либо не доставилось. В случае с UDP вы просто отсылаете куда-то в интернет, и придет или не придет, вы не знаете. Зато очень удобно слать, ну, раньше так было весело, да, когда были локальные сети, и так, в принципе, писали программы, да, для локальных сетей, когда там чаты какие-нибудь делали, слали на какой-то общий адрес для локальной сети, там, 255 с чем-то, да, по протоколу UDP, и все на какой-то конкретный порт. И если другие ребята тоже запускали эту программу, этот порт слушали, то вот получался такой локальный чатик, да. Если все сидят в одной локальной сетке, то через UDP можно создать, ну, легко написать чат. Ну, посылаем на маску там под сети, да, чтобы это все рассылалось, и окей. Ну, и дальше появились уже более специализированные, да, там, HTTP, FTP и много других разных приложений, с помощью, ну, протокола для которых есть, как бы, ну, был, как бы, описан и используется. Дальше есть такая штука, что, если у вас есть какая-то, какой-то сервер, да, то у него, по идее, есть адрес какой-то. При этом на вашем сервере есть какие-то запущенные программки, да, а ваши программки слушают какие-то порты, если про работу с сетью, да, идет речь. Ну, вот, например, если вы просто возьмете ваш ноутбук и запустите какую-то программку, то у вашего ноутбука адреса никакого не будет. Ну, то есть он будет, да, какой-то локальный, но из-за глобального интернета до него не достучаться. То есть адрес бывает, ну, как бы, локальный, да, глобальный. Соответственно, если, ну, и обычно как, да, что вы берете, если вы хотите что-то сделать в интернете, чтобы до вас можно было бы достучаться, вам нужен, вам как минимум нужен IP-адрес, про который будут знать другие. Где его можно взять? Его можно взять у, ну, где-нибудь купить, да, у каких-нибудь хостингов, хостинг-провайдеров. Либо открывать, ну, то есть, смотрите, в чем проблема, да, вашего ноутбука, что если вы его откроете, до вас будет не достучаться, потому что вам провайдеры не предоставляют глобальный IP-адрес. Если он бы вам предоставлял, не было бы никакой проблемы. Поэтому обычно, чтобы сделать, ну, что-то доступное снаружи, да, надо либо его, ну, надо этот адрес приобрести, например, да, чтобы вы были, чтобы у вас был доступ к этой всей штуке. Вот, и дальше история такая, да, что у вас есть какой-то сервер, который можно найти с помощью IP-адреса, либо доменного имени. Ну, это про DNS, это совсем другая история, да, что вы говорите, что какой-то IP-адрес связан с каким-то текстовым именем, да, каким-то DNS именем, и серверам, ну, это уже не ваше, да, дело, это вы, там, говорите, что вот, есть такой-то IP-адрес связан с таким-то именем, дальше эти DNS-резовверы, они у себя прописывают, ну, маппинг, да, IP-адрес, имя, и если вы открываете браузер с каким-то именем, то браузер, ну, внутри себя пытается, если он не знает какой адрес, да, то он идет на эти сервера DNS-ов, и DNS ему говорит, ага, вот такое-то имя вписали, значит, такой-то IP-адрес, ну, браузер это так, чисто к слову, да, если вы просто сделать какой-нибудь трейс, то вы будете делать, по сути, то же самое, да, пытаться найти IP-адрес по имени. Вот, дальше, если вы ваш сервер нашли какой-то, да, то там что-то запущено, и при этом вы, когда запускаете и хотите взаимодействовать с интернетом, вы должны указать какой-то конкретный порт, и при этом нельзя сделать так, чтобы две программы слушали один и тот же порт, то есть там системная проблема, да, что если вы запустите программу на каком-то порту, там 1, 2, 3, 4, 5, то вторую такую же, ну, вторую программку с таким же портом вы не сможете запустить до тех пор, пока не выключите первую. При этом первые, там, вроде как 1024 первых порта, это привилегированные порты, и их можно использовать только с правами, ну, рута, да, как минимум на линуксе. Все остальные можно использовать и без рута. Ну, и есть стандартный порт до 80, это про хттп, есть порт 4.4.3, это про хттпс, ну, то есть есть как минимум два порта стандартных, да, по которым ходят, ну, вот эти, соответственно, там, хттп протоколы, например, да, какая-нибудь почта, да, ходит по смтп протоколу, да, там, причем вы могли видеть там смтп, есть еще поп, и они в зависимости, и там тоже свои, как бы, свой собственный порт, да, по которому эти почтовые программки взаимодействуют друг с другом. При этом, да, смотрите, IP-адрес старого формата, ну, все еще актуального, да, версии 4, это 32 бита, потом люди сказали, что, блин, у нас что-то IP-адреса кончаются, давайте сделаем новую версию IP-адресов, они стали заниматься в 28 бит, ну, и плюс есть еще порт, ну, 16 бит всего занимает, да, вот, это про введение. Теперь есть Java, и Java вам позволяет с этой сетью так или иначе работать, ну, здесь не вся теория, да, просто кратский курс, соответственно, есть некоторые примеры, да, во-первых, Java вам позволяет взаимодействовать с этими интернет-адресами. Интернет-адреса бывают двух видов, ну, соответственно, есть просто и нет-адрес, да, класс в Java, есть и нет-4 адреса, и нет-6 адреса, да, в зависимости от ситуации. URL представляет, соответственно, URL какой-то в интернете, connection позволяет вам соединиться с чем-то, также в Java есть свои собственные по серверах ТП-клиенты, и можно взаимодействовать по UDP, да, через датограмм сокета. Плюс вы можете узнать что-то о ваших интерфейсах, да, на вашей машине. Вот, смотрите, эти все примеры есть вот здесь вот, вы их можете потом детально посмотреть, давайте сейчас, ну, то есть я сейчас вам их всех покажу, да, вы сможете дома скачать там другой репозиторий, там их увидеть самостоятельно, если вам интересно. Таким образом, ну, и я их не буду запускать, потому что тут что-то не очень хорошее с интернетом. Ну, вот, допустим, пример, да, как работать, то есть в Java есть класс INET-адрес, да, у INET-адреса есть, например, адрес getlocalhost, который будет равен, ну, так, сейчас. Смотрите, INET-адрес, он, соответственно, представляет вам как раз путь до чего-то, да, в интернете. Как это что-то найти? Соответственно, у него может быть, ну, при этом вы можете найти что-то по, ну, INET-адрес getlocalhost скажет вам что-то про вашу машину конкретную, да, ваш локальный адрес. При этом вы можете поискать что-то по имени, да, и там поет история про DNS, ну, то есть это, это будут запросы уже в интернет, да, так или иначе. INET-адрес getbyname, скажет INET-адрес get allbyname, get allbyname, и вот здесь пойдет история о том, как сходить в интернет, да. Так, сейчас look-back это не совсем то. IP-expected. Ну, в общем, это уже идет работа с сетью, когда вы ходите явно прямо в интернет. Соответственно, вы можете что-то найти по имени, и также, смотрите, есть флажочек, ну, вы можете что-то попытаться найти по имени, но не факт, что вы найдете. При этом вы можете не найти, и вот у вас может сказать, что, ну, вы можете удостовериться в том, что вы не достучались им до чего, например, да, что вот сказали, что INET-адрес он по какому-то имени, и давайте посмотрим, что за какой-то тайм-аут вы до него не смогли достучаться. Вот, ну и тут, соответственно, что, ну, тут вылетит исключение. При этом работает это как, да, вы можете найти сразу все-все эти адреса, то есть, ну, как известно, да, у одного и того же доменного имени может быть множество IP-адресов, по которому к нему можно достучаться. Соответственно, есть метод getAllByName, он вам выдаст все адреса, то есть, смотрите, у вас есть доменное имя, у доменного имени есть множество IP-адресов. Если вы по каждому из них перейдете, вы попадете все в одно и то же место. Да, соответственно, getAllByName вернет вам все такие IP-адреса, по которым можно попасть на сайт. Если же вы вызываете просто getAllByName, он все равно найдет все, но вернет вам первый, да, там нулевой в списке. При этом адреса могут быть разные, адреса могут быть IP-версии 4 и IP-версии 6. Ну, то есть, getAllByName вернет вам массив из адресов, дальше вы можете узнать там полное имя, можете достать IP-адрес, вот, getAddress, прям вернется вам массив байтвиков, да. Ну, то есть, здесь просто пример того, как можно в обратную сторону это все отыскать, да. Вы берете, получаете что-то по имени, получаете IP-адрес, а потом ищете то же самое по IP-адресу. Ну, почему бы и да. Ну, то есть, можно по имени поискать, можно по IP-шке. История об этом. Ну, и здесь, в принципе, выведется одно и то же, и тут вот можно удостоверить. То есть, вам возвращаются интерфейсы на этот адрес везде, но если вы хотите проверить, что там, например, версии 6, да, то можно сделать там инстанцов, например, какую-нибудь, и посмотреть на это все. То есть, с помощью класса init-адрес можно попробовать узнать, соответственно, адрес в интернете. А если вот мы называем git-localhost, git-localhost name, да, git-localhost, он нам возвращает адрес в локальной сети или глобальный адрес, который у нас есть от провайдера? Нет. Может быть, какая-то локальная сеть за, не знаю, какую-нибудь углу? Ну, обычно он вернет тебе просто, типа, localhost, там 127-0-0. Ну, можно попробовать, давай запустим. Не уверен, что он запустится, но до сюда точно дойдет. Вот, смотрите, вот у меня оказался интернет существующий. Ну, вот он вернул мне название ноутбука. Ну, то есть, вот это вот, получается, мой локальный, да, название. И какой-то айпишник. То есть, поэтому айпишники могут включаться, если я буду включен к этой же сети? Я думаю, что да. Ну, то есть, это явно не глобальный. Ну, откуда этот глобальный? То есть, если мы в одной локальной, то достучишься. Ну, а если как-то настроить это все, то можно поставить его просто в глобальный свой, так сказать? Или как это будет? Просто проблема-то в чем? Проблема в том, что адреса не бесконечные в интернете. Это одно, да. А второе, что, чтобы это запустить, нужно эту инфраструктуру как-то поддерживать. Ну, сейчас, еще раз. Так как интернет-адреса не бесконечные, айпи-адреса, да, плюс это все про глобальную сеть идет история, то их, эти глобальные айпи-адреса, они как бы такой ограниченный ресурс. Соответственно, их нужно все-таки глобальные адреса надо получать. То есть, те же самые провайдеры, когда-то раньше, да, они вам могли дать либо динамический айпи-адрес, либо статический айпи-адрес. Кто-то сразу дал статический, кто-то делал это за деньги. Ну, то есть, им... То есть, как сказать, ты не можешь сам по себе взять этот адрес получить. Надо его у кого-то взять. Нет, ну, если у меня будет такой адрес, то есть... Если у тебя будет такой адрес, то там история простая, да, что тебе на этот... Если у тебя есть глобальный адрес, связанный с твоей машиной, ну, как с серверами-то обычно это происходит, да, что есть сервер какой-то, у сервера есть локальный, адрес какой-то, да, и есть глобальный адрес. Когда вы пишете, когда вы обращаетесь по глобальному адресу, это попадает на ваш сервер, потому что интернет глобальный знает про ваш сервер. И это все попадает на какое-то приложение, которое слушает тот же самый порт. Ну, история о том, что вот у вас есть... Так, здесь можно теперь писать. То есть у вас есть какой-то адрес, да, в интернете. Один, два, три, четыре. Четыре. Это глобальный адрес. Когда на него приходит какой-то запрос, этот запрос приходит вместе с каким-то портом еще. То есть формально у вас идет запрос какой-то вот такой. Если до вашего сервера достучал лись, то ваш сервер, ну, внутренность операционной системы, пытается найти такое приложение на вашем серваке, которое слушает вот этот порт один, два, три, четыре. Если такое нашлось, то этот запрос передастся этому приложению и произойдет, ну, как бы обработка, да, этого запроса и вернется назад ответ. Ну, в зависимости от того, какое приложение напишите, вы можете ничего не возвращать. Просто имеется в виду, что переход по глобальному адресу редиректится на какую-то локально запущенную на этом серваке программу, слушающую такой же порт, по которому запрос пришел. Ну, и если это HTTP, то там не явно порт 80. Если это HTTPS, то там не явно порт 443. Либо порт указывается, ну, как бы, либо порт явно надо указать. Ну, то есть обычная история, да, когда вы там тестируете какой-то сервер, вы пишете, запусти мне сервер там на порту 8080, запускаете что-то локальное тоже на этом порту и дальше просто пишете там localhost двоеточие 8080. Вы попадаете в ту, ну, и ваши запросы будут обрабатывать то приложение, которое на этот порт подпишется. Ну, я ответил на вопрос или... Ну, либо это какая-то локальная сеть, но в локальной сети вы сможете достучаться до таких же локальных, ну, до тех же, ну, до тех машин, которые находятся в такой же локальной сети, что и вы. Я просто пытаюсь понять, если у нас есть и локальные адреса, и глобальные адреса, то как Java отличается друг от друга? Ну, то есть как нам, как нам узнать, что мы точно взяли адрес локальной, локальной сети или точно взяли адрес глобальный? Так вот, написано же localhost. Ну, я не понимаю. Вот, localhost. Это будет локальный. Ну, давай посмотрим, что тут есть еще. Inet, адрес. Вот, все, он только localhost тебе дает. Ну, и тут вот у меня есть это имя хоста и это адрес хоста. Так, ладно, это про хосты. Дальше есть такая история про URL. URL – это то, как найти какой-то… Ну, это просто унифицированная форма того, как найти какой-то сайт или что-нибудь еще. И оно делится на такие части, да, что есть… Ну, к примеру, да, хттпс, двоеточие, слэш, слэш, что-то, собака. Это не всегда встречается, да. Потом какой-нибудь там поддомен, домен, двоеточие, порт, слэш и какой-то путь дополнительно, да. Если посмотреть на как это все выглядит, то получается, что ваш протокол, ну, вот эта строчка, да, представляет из себя какой-то протокол. Там хттпс, хттп, ftp, что-нибудь еще. Потом двоеточие. Потом берется авторити. Авторити – это какая-то информация о пользователе вместе с символом собаки, да. Потом название хоста и опциональный порт через двоеточие. Это вы могли видеть, когда скачивали что-либо с гитхаба, да. Там можно написать сразу свой юзернейм вместе с символом собаки, и тогда у вас будет потом легче, ну, как бы, доступ к вашему репозиторию. Если вы не по SSH-то делаете, да, а по ftps, то можно все так чуть-чуть опростить жизнь. Дальше идет, получается, вот эта авторити, да, это вот эта вот часть вместе с портом. Да, вот, соответственно, протокол, авторити. Дальше идет часть, которая файл. Она из себя представляет, ну, то есть файл из себя представляет путь плюс какой-то запросик. И, возможно, еще есть какие-то ссылочки через решетку. Ну и вот пример, да, что у вас идет сначала какой-то путь, дальше через вопросик есть часть, которая называется query. Ну, если вы видели, да, в ftp обычно первый, ну, не обычно, а всегда, да, первый запрос, первая key value передается через вопрос, а дальше вы передаете их через ampersand. Ну, самый первый через вопросик, дальше через ampersand склеиваете. То есть вопросик — это начало вот этой вот query части. Ну и reference — это просто какая-то решетка, и вы могли видеть, что иногда можно в ссылке указать решеточку, и если веб-страница это поддерживает, то вас перекинет не на начало страницы, да, а в какую-то середину, например. То есть надо написать правильный HTML-код, который эти анкоры поддерживают, и тогда вы сможете, ну, просто добавив решетку к URL, попасть туда, куда вам надо. Вот, ну, здесь просто примеры того, что какие части от этого выведутся, да. То есть... Ну вот, да, то есть authority был Михаил собака, получается, host 9012. Это часть про user.info, это про host, это про порт. Дальше часть файл, у нее есть path, у нее есть query. Это все вместе URL, да, получается, есть какой-то протокол. Ну, то есть можно поделить на совсем маленькие части, можно на какие-то более обширные. При этом вы можете с помощью Java просто взять и к чему-то подключиться. Да, то есть у вас может быть какой-то URL, вы его сами создали. Так, сейчас... Да, вот, например, URL, да, там, bash.in. Потом вы можете с помощью вот этого URL, у него есть метод openConnection. Он откроет соединение. Дальше вы пишете... Устанавливаете какие-то, например, свои собственные хедера. Ну, это про DP, да, протокол. Идет история. Ну и, собственно... Сейчас, давайте откроем пошире. Ну и окей, да, то есть сделали open, отправили какие-то хедера. И теперь вот вы получаете по итогу, да. Какое время... Ну, то есть информацию о том, что пришло вам с сервера. То есть вот здесь вы данные отправили и тут принимаете результат. Ну, это все хедера, хтп, протоколы, да, там, время, тип контента, когда он истечет, последнее время изменения, длина всех данных, какие-то хедеры. Ну, и можно это взять и странслировать в какой-то файле. Например, да, вот вы этот метод transferTool уже видели. Ну, вот так, да, например. Взяли urlConnection, он сходил в интернет. Теперь вы можете взять у этого connection inputStream, создать какой-нибудь outputStream от какого-то файла, да, и все туда переместить то, что вы прочитали. Ну, и все. И дальше можно скастовать это к хтп urlConnection и получить еще там метод, с помощью которого вы обрабатывали код ответа и сообщение. Ну, это все, на самом деле, так можно делать, но это очень-очень неудобно. Просто такая возможность существует через urlConnection. То есть это в Java есть и как бы окей. Да, то есть вот было запрошено, сказали, что текущее время 21.03, но, в принципе, совпадает. Да, что там кодировка была ETF8, что данные не стоит кэшировать. Уже истекли давно, в 1970 году. Вот, но контента никакого там не вернулось. Вот какие-то длины. Ну, этот хедер не актуальный. Соответственно, поставились какие-то куки, поставились какая-то дата. И, по идее, у меня тут где-то должен быть, ну, если все прошло успешно, должен быть файлик index.html. Ну, вот он, да, вот все скачалось, в принципе, да. Статник рунета. Вот она HTML-страничка. Все, что не было, в принципе, пришло. Где-то даже... Ну, короче, вот вся история, да, что вы взяли, открыли какое-то соединение, да, и смогли спокойно скачать через input stream. Вот он, этот баш, да. Окей. То есть можно делать так. Можно делать чуть по-другому. Так, сейчас это... Ну, чуть по-другому. Мы еще придем. Давайте... Окей, давайте сразу к нему. Есть новая штука в Java последней, да, в одиннадцатой. Ну, не в последней, а в одиннадцатой. Уже там двенадцатая. Вот, есть такая новая штука, как TP-Client. Он позволяет вам в разы удобнее делать эти запросы в интернет. Не вот этот вот ужасный URL-коннекшн, ну, неудобный URL-коннекшн, а делать это более гибко, более качественно. То есть появилась такая штука, как TP-Client, который позволяет вам эти запросы отсылать в интернет, да. Отсылаются, соответственно, какие-то запросы, реквесты. И эти реквесты можно с помощью нового API в Java 11 появившегося собирать с помощью, ну, концепции билдера, да. Что вот у вас есть TP-Request. Вы говорите, ну, давайте сделай мне, пожалуйста, новый билдер от какого-то там адреса, ну, например, там upload, wikimedia, там какая-то картинка, почему бы, да. Сделай этот метод методом get, передай такой-то хедер, да, там вот user-agent поставь там user-agent, поставь хедер key1, поставь ему value там 1, поставь еще какие-нибудь хедера, да, собери из этого нормальный хтп-реквест, который ты умеешь отправлять. Вот, и дальше получается, что вот он, тут есть хтп-респонс, да, который говорит, что хтп-клайн send вот этот вот, собственно, хтп-реквест, который был создан, да, от какого-то адреса. И, как бы, пожалуйста, возьми и обработай то, что придет тебе в ответе, как файл. То есть там еще есть сборник того, как обрабатывать тело ответа. Да, то есть вот вызвали send, он говорит, ну дай мне, пожалуйста, request, и дай мне, пожалуйста, то, как надо обрабатывать body, да. И вот есть хтп-респонс body handlers, тут есть разные там of byte array, of file, of file download, of input stream, of lines, там on string, on publisher и так далее. То есть в зависимости от того, что вам надо, вы берете либо что-то конкретное, например, там файлик, да, если вы скачиваете файлик, либо пишите что-то свое, если вам не хватает. Можно это тоже запустить. Соответственно, если это сейчас включить, то у меня появился вот здесь вот файлик java.logo.png. Да, и вот, ну и что тут выводится, да, выводится метод запроса. Вот, метод get, все как было записано здесь. Вернулся с ответом 200, 200 это в хтп, значит, что все успешно, все выполнилось. Ну и дальше вот я тут вывожу список хедеров, да, через stream. Ну, почти stream, да, for each. Соответственно, вот пришли какие-то хедера, да, это все про http. Ну и можно открыть, соответственно, сам файлик. Вот здесь будет логотип java. Ну, это адрес я взял с википедии, вот как бы все скачалось. До этого файла не было, вот он появился только что, да. Нужно удалить, включить заново. Ну вот он опять, да, скачался. Соответственно, с помощью вот этой штуки можно собирать удобные хтп-реквесты. И вот у него тут есть методы, да, разные. Get, там, delete, put, timeout какой задать, там кей-хедера, какой метод и так далее. Ну, версию какую-то еще можно передать. Сколько ожидать. И, то есть, билдеру удобно, чтобы вот так вот просто брать и писать. Добавь что-то еще, и что-то еще, и что-то еще, и что-то еще. И в конечном итоге сделай билд. Вот после билда у вас появится хтп-реквест. Также есть, ну, теперь, окей, есть хтп-клиент и есть хтп-сервер. Да, делается он просто. Хтп-сервер, вы создали его как-то, сейчас покажу как. И вызвали метод start. Все, у вас появился хтп-сервер. Ну, в конечном итоге его надо потом остановить еще по-хорошему, да. Но create делается довольно просто. Ну, просто, да. Ну, в общем, по факту-то, по факту все легко. Мы сделали хтп. Вот одна строчка хтп-сервер create. Такого, на таком-то порту. Backlog, сколько соединений за раз поддерживается. Ну, то есть, если будет больше, чем 10, то они будут reject-ится. Ну, вот, соответственно, тут история, да. Так, что если по какому-то, если ваша машина ассоциируется с каким-то глобальным адресом, и на этот глобальный адрес пришел запрос на порт 2222, то он попадет на этот сервер, а сервер его обработает. Дальше этот хтп-сервер позволяет вам указать путь. То есть, вы когда делаете хтп-запросы, вы пишете там слэш, что-то, да. Вот, в примере раньше, тут было написано... Ладно, здесь не было написано. Где же, где же было... Было... Вот, вот здесь, смотрите. upload wikimedia.org slash wikipedia slash там ru, slash thump и так далее. Соответственно, там написано, если слэш, то обрабатывай все. Но можно как-то это уменьшить, да, правило. Сказать, что если слэш wikipedia, то обрабатывай, а если не слэш wikipedia, то не твои запросы, не обрабатывай. И вот тут, соответственно, в этой штуке оно и делается, да. Если пришел какой-то любой запрос, да, вот здесь слэш, это, ну, любой, да, путь, то дай, пожалуйста, ну, то есть на этот, на вот этот путь настрой вот такой вот обработчик. Обработчик это, по сути... Соответственно, вот есть такая штука хцтп-хендлер. У него есть метод handle. Да, у хцтп-хендлера есть метод handle с одним, единственным методом handle. Является, по факту, функциональным интерфейсом, да, который можно представить как лямбу и порадоваться жизни. Поэтому там у меня передается лямбу, да. Ну, и, соответственно, этот handle, да, принимает в себе на вход ktp-exchange. ktp-exchange это штука, абстрактный классик с кучей полей. Да, там какой-то метод, URI, body, все остальное. Ну, все, что вам нужно для того, чтобы соединение обработать. Вам там информации хватит. Просто другой момент в том, что это не очень удобно. Это довольно низкоуровнево. Но вы можете свой собственный сервер с помощью java написать, да. И вот тут, что я тут писал, да, что вот у меня есть этот ktp-exchange. Я могу взять у него, например, взять хедера, список хедеров, и взять хедер юзер-агент. Вернется список этих юзер-агентов. Ну, вот здесь, смотрите, код написан не очень оптимально, да. Берется хтп-exchange. То есть хтп-exchange это то, что вам пришло, когда к вам, к вам в это вот место пришел уже какой-то запрос. То есть вы уже этот запрос обрабатываете. Ну, просто это очень-очень низкоуровнево. Если возьмете какой-нибудь там там кат или что-то еще, там будет все более, намного удобнее обработать эти реквесты и респонсы. Ну, вот здесь берется этот request headers. Это по идее что? Это по идее мапа. Сейчас, request headers — это headers, а headers — это мапа. Список, ну, какой-то ключ есть у хедера, да, и список значений. Вот возвращается список юзер-агентов. Ну, по-хорошему вам нужен только первый, первый элемент отсюда, да, нулевой. Можно узнать хост, откуда пришел запрос, xforwarded2 — это откуда прокинуто. Но это я просто тестировал. То есть, смотрите, если вы хотите как-то попробовать протестировать вашу, ну, получить какой-то глобальный адрес, то есть такая штука, называется ng-rock. Да, можете там погуглить. Это ребята, которые сделали свой сервис как раз-таки для Proxy. То есть вы, там, одно соединение стоит бесплатное, ну, а что-то там больше — там уже денег стоит. Но факт в том, что вы запускаете, вы там можете зарегаться, да, скачать скрипт этого ng-rock, и дальше вы что делаете? Вы, когда его запускаете, там пишется. Ну, сейчас, может быть, я вам и покажу. Так. Так. Вот, у меня есть утилита ng-rock. Да, вот она. Как она работает? Я ее запускаю локально на каком-то порту. Во-первых, 8080. Так, сейчас неправильно. ng-rock.http.8080. Вот, он запустился. То есть, на самом деле, я сейчас пользуюсь какими-то серверами в Америке и говорю, что мне нужен, как бы, ну, вот эта вот штука, да. Я хочу, чтобы на мой localhost 8080 приходили запросы. Дай мне, пожалуйста, глобальный адрес для этого. ng-rock выдает какой-то адрес глобальный, который будет проксорить. То есть, если данные придут... То есть, смотрите. Моя собственная машина сейчас установила соединение с сервером ng-rock. Я сам проинициировал это соединение. Я вот написал там ng-rock 8080 и установился connection. То есть, про меня глобальный интернет знает ничего. Зато я знаю про ng-rock. Ну, зато глобальный интернет знает, где ng-rock находится. У него там есть какой-то IP-адрес, есть какие-то пути, да. Соответственно, когда я написал ng-rock 8080, моя машина локальная установила с ним соединение. Здесь нет проблем, да. ng-rock есть глобально. Моей машины нет, но так как я инициатор запроса, все окей. Теперь мое соединение висит у них на сервере. И дальше, когда кто-то обратится по вот этому адресу, то они найдут мое соединение. Там просто мапа, по идее, да. Вот этот вот путь с моей машиной. Ну, с моим соединением. И вот они берут все, что сюда пришло, будут пробрасывать на вот этот адрес. Ну, то есть, это оно само заработает. Потому что моя машина будет знать, куда это кидать. Просто, что все пришедшее сюда будет пробрасываться на мою машину по тому соединению, которое я сам с этим ng-rock создал. Ну, окей. Значит, это такая история. Теперь можно взять и запустить какой-нибудь… Ну, у меня вот есть там простой скрипт на питоне, который… просто слушает соединение на порту 8080. При этом есть… ng-rock еще предоставляет веб-интерфейс, чтобы смотреть, какие запросы пришли. Так. Сейчас это вот так. Это сюда. Вот. Ну, говорит, что пока еще нет никаких запросов. Теперь, соответственно, можно взять и… просто взять этот адрес какой-нибудь и по нему перейти. Ну, вот не судьба, да? У меня еще нет логина и пароля для доступа к беспроводной сети Плитехнического университета. Поэтому… Истории не будет. Но попытка… В общем, если бы я смог сюда перейти, то у меня бы здесь на локальной машине отобразилось бы соединение. И также его бы увидела апплекуха, которая на этом порту висит. Дальше вот что берется здесь. Я говорю, что дай мне, пожалуйста, request body. Это получается, так как это хтп, это символы. Да? Request body — какой-то input stream. Он оборачивается в input stream reader. Да? И оборачивается в буфере reader, чтобы было проще считывать это все. Плюс также внутри try создается output stream на вывод. Соответственно, буфере reader умеет считывать строчки. Если это get, то у вас body никакого хтп нету. Вернется now. Если это post, то будет ответ. Дальше это просто выводится в консольку. Ну и я беру, здесь делаю. Просто возвращаю. Accept in new date. Какое это request body? Сейчас. А, ну собственно, request body — это то, что пришло. Да? И я возвращаю в ответе response body. В него добавляю текущее время. Ну, дату, да? Плюс то, что пришло. Возвращаю это в байты. Получаю. И записываю в output stream ответы. Ну и все. И потом делается еще клоуз хтп-эксченжа. То есть input stream, output stream закроется, потому что это try с ресурсами. Ну и плюс еще я закрываю хтп-эксченж. Все. Дальше. Ну все. Собственно, сервер создался на самом деле, да? Порт. Сколько соединений принимается. Что, как обрабатывать эти штуки. И в конце надо еще сделать, соответственно, стоп. Плюс вот тут вот есть хтп-сервер. У него можно задать set-executor. То есть формально, если вы его просто создадите, у вас он будет исполняться с одним потоком. Да? Однопоточная эта штука будет. Но он принимает другие экзекьюторы. Можно было бы написать экзекьютор. Ну это еще рассмотрим экзекьютор. Экзекьютор, экзекьютор. Экзекьютор. Экзекьюторс. Там у него какой-нибудь new fixed thread pool. New fixed thread pool. И здесь передать там количество thread-ов. Да? И тогда у вас будет эта штука уже не одна поточная, а вот десятипоточная. Ну и пример тут просто, да? Что у меня запускался сервер. Дальше у меня запускался таймер, который ссылал URL-коннекшены на мой localhost. Да? Если это localhost. Ну давайте запустим. Окей. Значит здесь еще нет равнорока. Можно и так это все запустить. Ну вот, да. Запустился сервер. И вот ему вот этот таймер шлет соответствующие сообщения, да? Сообщение он шлет hello.http-сервер и то количество раз, которые он прислал. Ну и вот, да? Первый раз. Hello.http-сервер 1. И это ответ с сервера, да? Сервер принял hello.http-сервер 1 from localhost 2.2.2. By network3 URL connection. Это где-то у меня тут бита. Да, вот это user-agent, который я его ввожу. Все. Клиент, соответственно, это написал и выводит в ответе то, что вернул ему сервер. Ну да, вот видите, да? Client accept. Accept in. Понедельник, апрель 22. Вот время, да? Это как раз то время, которое сервер создал, ну, получил toString от экземпляра класса newDate. Да, то есть, ну, вы видели, да, что здесь получается сервер на своей стороне при ответе на запрос делает newDate и передает. Да, здесь вызвали newDate. Так как newDate добавляется к строчке, то у него вызывается метод... Ну, во-первых, он создается от systemCurrentTimeMilles, да? Когда его добавляют в строке, вызывается явно метод toString. Ну, здесь очень сложная логика, как можно заметить, да, календари, календари. Ну, вот вывелось, да, типа день, месяц, день недели, месяц, день в месяце, часы, минуты, секунды, таймзона, год. Да, ну, это можно форматировать, да, еще, в зависимости от ситуации, да, то можно выводить по-разному. Вот пример TTP-сервера. Я бы не сказал, что он суперудобный. Есть, как бы, альтернативы с разными библиотеками, которые делают это лучше. Потому что этот сервер, он очень, ну, низковыровневый такой. Так, клиента смотрели. Так, ну, давайте быстро по всем пройдемся, да, чтобы... DatagramSocket — это история про UDP. Соответственно, чтобы вам отправить что-то по UDP, вам нужно, во-первых, DatagramSocket. DatagramSocket создается от какого-то буфера. Ой, сейчас, не буфера, подождите. Сокет создается, по идее, от чего? Соответственно, порт, на который вы шлете, да. И дальше вы через этот сокет шлете, соответственно, данные, которые называются датаграммой. Датаграмма — это формально какой-то массив данных. Ну, это вам, ну, проще вам будет сесть и посмотреть это внимательно. Да, то есть у меня есть какой-то клиент, который параметризуется вот этим сокетом, да, датаграммным, который внутри своего run, то есть он еще runable, да. Ну, это я так написал, как бы можно писать по-разному. Создает датаграмм пэккеты от какого-то буфера его длины и периодически начинает, ну, то есть что-то принимает, да, в этот пэккет. Делает через сокет метод... Ну, то есть, смотрите, есть сокет, у него сокет есть метод receive. Он ждет, пока какие-то данные в этот буфер придут. Как только данные пришли, вот я беру их и вывожу в логи. Больше ничего не делается. Ну, когда run закончился, если thread прерывали, прямо поточность будет на следующей лекции, то в методе finally сокет закроется. Ну, закроется здесь явно, потому что он был передан в конструкторе. Также есть сервер, у которого тоже есть датаграмм сокет, да, и который периодически берет, пока его не прервали, и точно так же шлет текущее время, ну и, собственно, все, да. Если сервер прерывали, то сокет также закрывается. Соответственно, сама программа, да, что у меня создается какой-то сокет на порту, да, вон 2000, создается клиент, ну, создаю thread с клиентом, его стартую, создаю датаграмм сокет для сервера на другом порту, и запускаю сам сервер, да. То есть сервер будет, смотрите, что он будет делать. Это просто другой пример. Это не HTTP-сервер, а просто делается какой-то таймер. Это старая API для возможности делать периодические задачи какие-то. Соответственно, сервер он просто берет, и каждый там через одну секунду он будет запускаться, ну, он будет проверять, ну, делать, соответственно, свою серверную, свой серверный метод run будет делать. Да. Окей. Schedule на какой, ну, какая задержка, да, и на какой период. Если это позапускать, по идее, должно заработать. Ну, в общем, работает. Ну, история о том, что здесь было несколько… Сейчас, log, 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 log был вот… Вот здесь вот. datagram packet get data, offset get len, и вот, соответственно, вводится, да, thread 0, получил… Вот message, да, thread, current thread get name, received, и вот эта строчка, да, дата, которая пришла, и плюс эта строка from server – это то, что сервер сам у себя указал. Да, ну, вот, from server. В общем, можете посмотреть. Это про датаграмму, да, когда вы просто шлете куда-то, и потом это получаете. Вот, есть также TCP – это про сокеты, да, тоже есть какой-то порт у этой штуки. Ну, и здесь похожий пример, но тут надо аккуратно обрабатывать… Ну, вообще, по-хорошему, везде надо аккуратно обрабатывать всякие кодировки и все остальное, потому что здесь есть точно такая же проблема, да, что… Ну, сейчас долго это все рассматривать. Просто, что у вас есть server socket, да, он параметризуется, опять же, каким-то портом и количеством одновременных соединений, все остальное будет отбрасываться. Если на ваш… Ну, смотрите, server socket, да, окей. С помощью сервера socket создается сервер. Зайдем в сервер. New server. Принимает в себя этот сервер socket количество тридов. Да, сервер этот socket принял. Дальше, когда я его запускаю, ставится на run, возьмем этот server socket, и тут можно увидеть, что если сервер еще не остановили, да, то я запускаю какую-то новую задачу, там, new task. Ну, то есть, экзекьютор просто содержит в себе два тридера, тридческие задачи, но тут такая штука. Написано server socket.accept. Значит, как это работает? Server socket.accept зависает до тех пор, пока какие-то данные в этот сокет не придут. Да, вот, accept вернет вам сокет, в котором что-то есть. То есть, пришло вам соединение какое-то, да, новое. То есть, делается не так, вы создали сервер socket, да, классно, да, вот вы на серваке запустили вашу штуку. Теперь к вам начинают на ваш сервак стучаться клиенты. Чтобы этих клиентов обнаружить и начать им отвечать, делается вызов server socket.accept, который возвращает вам сокет, в который можно, ну, писать и читать, да. Server socket.accept вернет вам другой сокет. Но до того момента, пока к вам клиент не подключится, ваша программа здесь зависнет. Вот на этом методе. Ну, будет ждать до тех пор, пока событие не произойдет. Дальше этот сокет я передаю в класс task, да, вот он, сокет. И начинаю из этого сокета считывать. Ну, вот, беру input stream, да, этот input stream, ну, кстати, вот работа с файлами, да, формально, то, что там было. Берется сокет, берется у него входной поток, но это просто метод у него есть у сокета. И указывается кодировка, потому что вы здесь кодировкой опять можете, ну, что-нибудь попортить. Если у вас клиент будет с одной кодировкой, а сервер с другой, вы друг друга не поймете. Вот, окей, значит, есть, получается, сокет, у него есть input stream, это чтобы прочитать, да, на чтение. Оборачивается в input stream reader с кодировкой, оборачивается в buffer reader, окей, да. Также есть print writer, ну, тот же поток, только он скрывает ошибки, как я уже говорил до этого. AutoFlash, вот тут стоит false, чтобы, ну, тогда он будет постить, ну, записывать в поток только тогда, когда флаж вызовется явно, либо закроется. Создается print writer от output stream. Соответственно, print writer. То есть смотрите, output stream – это всегда соответствует чему. Output и input stream – это что-то, что соответствует чему-то, ну, в реальном мире. Ну, условно реальном, да, что у вас есть… Ну, то есть эти классы, они создаются не из ниоткуда, да, а они всегда принадлежат чему-то конкретному, да, либо это какой-то реальный файл, да, на диске, либо это какое-то вам соединение пришло по сети. То есть вы сами, ну, вы можете стать свой собственный, но обычно это все-таки представление чего-то существующего. Вот, беру output stream, ну, и здесь делаю просто, да, жду, пока мне придут какие-то данные, и возвращаю их назад, да, ничего особенного. Делаю readline. Если прочиталось ничего, либо сервер послал там ответ exit, точнее, какой-то клиент сказал exit, ну, значит, все, иначе пока клиент, этот клиент не остановится, ну, не отключится, периодически будет читаться то, что он написал, и возвращаться назад. Да, назад то, что взяли у сокета output stream. То есть сокет — это двунаправленное соединение, которое можно и писать, и читать. Да, а сервер сокет позволяет вам дождаться соединения и получить это двунаправленное соединение с тем клиентом, который к вам подключился. Вот так вот. Окей, значит, вот есть input stream, есть output stream. Это все оборачивается, все здорово. Когда не надо уже сокет, ну, просто закрывается, да, прервали поток. Клиент, соответственно, тоже берется… Сейчас, new client. New client создает, ну, так как это все работает на моей локальной машине, да, он создает новый сокет от локального адреса и того же самого порта, на котором был запущен сервер, да, локальный адрес, тот же самый порт. Дальше оставлю соединение, что… ну, то есть можно у сокета выставить соединение. Если за одну секунду ничего не произошло, значит, надо отрубить. То есть бывает, да, такое, вот как сейчас было. Пытались послать соединение, никто, ну, соединение не отвечало. Но может быть такое, что ваша программа просто будет долго-долго висеть и ждать. То есть если вам сервер какой-то не ответит, а у вас не выставлен этот тайм-аут, то вы можете, ну, будете висеть и висеть. То есть по-хорошему надо этот сокет, ну, тайм-аут не забывать выставлять. Дальше также у сокета. Ну, по сути, то, что вернул сервер сокета CEPT, это был клиентский сокет. Это просто сокет. Ну, и здесь также, да, есть output stream и input stream. Вот двунаправленное соединение. Output stream, input stream. Ну, и вот здесь каждый из тридов пытается… ну, каждый из клиентов пытается шесть раз отправить какую-то команду. Ну, и слэшен здесь нужен для того буферетридера, да, который был на сервере. Потому что буферетридер метод readLine пытается прочитать до слэшен. Нашел слэшен, перевел строчку. Вот. Такие вот дела. Вот. Ну, и тут… ну, посмотрите это сами. Ну, и есть еще штука про нетворк интерфейсы. Он позволяет вам узнать то, что есть… ну, какие сетевые интерфейсы есть, собственно, на вашей машине, да. Имя, имя, название, loopback и все тому подобное. Если запустить, он скажет сейчас что-то про… Эту штуку, да, что вот… Ну, здесь выводится, получается… Сейчас цикл… Да, здесь в цикле я делаю, да. NetworkInterface, getNetworkInterfaces, asIterator, whichRemaining. Это такая лямбда. И вот он для каждого NetworkInterface, который мне доступен, выведет там displayNameName и выведет все остальное. Ну, и тут можно посмотреть, да, что есть какие-то… Ну, ладно, так плохо видно. Вот, да, есть у меня какой-то интерфейс, там, uTune2, да, у него такое же название. Он на сам себя не замыкается, он P2P, поддерживает Multicast, ну и так далее, да. Вот можно узнать все о интерфейсах. То есть это можно узнать через систему как-то, да, а можно узнать через Java, если вам нужно. Почему бы и да. Вот, есть еще там история про WebSockets, этого здесь нет. Есть еще тут пример про zipHttp, getHttpZipServer, можете его посмотреть потом, если интересно. Ну и так далее. В общем, поэтому… Ну, есть более как бы сложный пример с сервером. Вот, соответственно, это все лежит по вот этому адресу. Там вы сможете найти, презентацию я скину. И на сегодня, собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы – вопрос. Если нет, то… Вопросы – вопрос. Если нет, то… Вопрос. Что такое? Какую поглюдите? Продолжение следует...